Владимир Сметанин Владимир Сметанин Владимир Сметанин Владимир Сметанин Он выложил у себя в Телеграме опрос, помимо сообщения о том, что будет покраска, он выложил еще и опрос и предлагает кировчанам выбрать, в какой цвет же покрасить стены пешеходных переходов. Ну, надо напомнить, что покраска стен пешеходных переходов, она осуществлялась ровно год назад, тоже в июле 21-го года, тогда большая волна возмущения пошла. Да, потому что были пешеходные переходы Новоровского, их покрасили стены внутри каким-то непонятным бежевеньким цветом. Я сейчас тоже, трудно мне подобрать. И закрасили, и закрасили граффити, которые там были. И к тому же, да, не только цвет вызвал претензии горожан, но еще и тот же переход от Сума, который я чаще всего из всех подземных пешеходных переходов в Кирове посещаю, перехожу там, гранитная еще, собственно, составляющая этих объектов вызвала нарекания. Многие были просто в недоумении, зачем же поверх гранитных плит это все закрашивать. Ну вот прошел год, буквально несколько дней назад я снова там проходил. И как? Ой, но... Жива бежевая краска на стену? Лучше смотреть под ноги и проходить молча. На стену не смотреть. Безопаснее для физического и душевного здоровья. Вот эти художества, там совершенно непонятно, что они обозначают. В общем, вдумываться в эти вещи только себе дороже, да, можно голову сломать, что называется. Ну вот, собственно, одна из причин того, что эти работы по покраске снова собираются провести, это как раз-таки Дмитрий Осипов написал, что спустя год все стены разукрашены у нас по-прежнему, и что тут надо с этим делать. Ну, вообще, на самом деле, логика несколько хромает, как мне кажется, да, то есть покрасили один раз, на этих покрашенных стенах появились какие-то непонятные рисунки, давайте покрасим второй раз. Если покрасим в другой цвет, может быть, рисовать не будут? Ну вот, интересно. Ну, на мой взгляд, да, еще история, она может превратиться в очень долгоиграющую, да, когда с определенной периодичностью придется это все... Красят или те, или другие. Администрация красит, приходят какие-то нелегальные художественники разрисовывать. Это же бюджетные деньги, в конце концов. Ну, конечно, да, не знаю, говорят, что не очень большие, но спросим. В общем, это все после 12 часов у нас будет, а в 11 будем разговаривать с представителями политических партий и с представителями общественной палаты о подготовке наблюдателей. Наблюдатели будут работать на выборах 10 и 11 числа. Общественные наблюдатели, да, подчеркнули. Общественные наблюдатели и наблюдатели от партии, разные, разные наблюдатели. Вот, 10 и 11 числа на выборах главы региона и на выборах депутатов Кировской городской думы. В общем, будем спрашивать, сколько, что это за люди, насколько я понимаю, сейчас прямо начинается обучение. То есть те, кто хотел бы принять участие, но не имеет опыта работы наблюдателем, наверное, могли бы сейчас заявиться в общественную палату и какой-то опыт хотя бы теоретически получить. Насколько велика роль этих наблюдателей, да, какими правами и обязанностями они обладают, какие предъявляются требования к тем, кто желает стать наблюдателем. Ну, вот из сообщения общественной палаты нашего региона мы узнали о том, что уже на электронную почту общественной палаты принимаются письма от желающих стать наблюдателем с надписью «Хочу быть наблюдателем». В теме письма нужно это все указать, ну и в дальнейшем, видимо, пройти обучение. Марина Копырина к нам присоединяется, руководитель штаба общественных наблюдателей, заместитель председателя общественной палаты Кировской области Марина Николаевна, здравствуйте. 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 Ну, рассказывайте. Обучение уже началось. Вчера была размещена информация на сайте общественной палаты. Есть ли уже те, кто звонит, пишет, говорит «хочу быть наблюдателем». Вчера на сайте палаты размещена информация о том, что мы принимаем заявление, образец заявления для общественных наблюдателей, для тех, кто желает, для активных жителей Кировской области, кто желает быть общественными наблюдателями. Учеба у нас планируется по графику со 2 августа, по два семинара в день, по четвергам, и закончится учеба 25 августа. Но сроки в этот раз сокращенные, но это связано еще с тем, что у нас очень хорошо учеба проведена была в прошлом году, по этому пулу избирателей, мы надеемся, костяк останется тот, который у нас был. Наблюдатели. По сути, это учеба, да, общественных наблюдателей. По сути, это учеба, как бы напоминание того, что было. Для тех, кто присоединится, в общем-то, была дополнительная информация, будут сделаны брошюрки, такие рекомендации, как себя вести в той или иной ситуации на избирательных участках. Ну, как я говорила, золотой стандарт. Понятно. Ну, то есть ко 2 августа, Марина Николаевна, уже список наблюдателей должен быть сформирован. Или не обязательно? Нет, список наблюдателей был сформирован 24 августа. А вот заявления принимаются, начали с 25, по-моему, мы июля начнем принимать заявления. А учеба сама по себе начнется со второго семинара. То есть вот по мере поступления заявлений семинары будут формироваться группы и будут проходить эти семинары обучающие. Понятно. То есть фактически... Да, даты так и определены, что 24-го как бы прием последних заявлений и 25-го последний семинар. То есть чтобы мы успели обучить и тех, кто в последний момент подал заявление. Так, давайте сразу определимся. То есть люди, которые уже участвовали в этой работе в прошлом году или имеют какой-то опыт наблюдения на выборах, им не обязательно подавать заявку ко 2 августа, чтобы с самого начала начинать обучение. То есть они могут и позже подать, да? Ну, они могут в любой момент подать. Для них, в принципе, без разницы когда. Это их желание, их возможность, их время свободное. Поэтому вот, конечно, сокращенный срок месяц всего у нас в этот раз не так шикарно, как мы в прошлом году учились. Поэтому здесь все зависит от того, что общественные наблюдатели, они потому и общественные, что они где-то работают. И понятно, что они связаны своими трудовыми какими-то обязанностями. Поэтому и возможность подать заявление в срок определенный. И учеба таким образом построена, чтобы они могли подстроить свое свободное время для того, чтобы поучаствовать в учебе. Так, подождите. То есть вы говорите обучение месяц. И до этого вы говорили про два семинара в день. То есть это... Нет, но они, да, они идут как бы вот у нас со второго числа начнутся по два семинара в день. То есть, вот смотрите, человек приходит и говорит, хочу быть наблюдателем. Опыта у меня нет, допустим. Он будет учиться в течение месяца или в течение вот этого месяца, там, условно, со второго по 24 августа. Будет несколько семинаров для разных групп разного уровня подготовки. Это будет учеба вот в течение дня. В течение дня. То есть это один день обучения. Один день для тех, кто да. Группа отучилась, в следующий день другая группа и так далее. Да, да, да. То есть, в принципе, это обучение, оно, ну, занимает у человека в его там рабочем и жизненном графике всего одни сутки, получается. Да. То есть не надо там на месяц планировать работу свою как-то там перестраивать, да? Нет, нет, потому что это нереально просто. Так, хорошо. Обучение будет в Кирове или оно будет и в районах области? И вообще наблюдателей вы набираете для работы в Кирове или для работы в том числе на участках в области? Нет, конечно, по области. И учеба планируется по области, и наблюдателей набираем по области. Планируется здесь несколько очных семинаров, которые планируем бригадиров пригласить из регионов. В основном будут, скорее всего, в онлайн формате, чтобы и не отвлекать, так сказать. Ну, в кустовом порядке тоже, как в прошлом году, привязка будет к кустам. И учеба будет, соответственно, так же. Ну, и с площадками там будут определяться, насколько там возможно, какое количество подключить. В зависимости от этого там уже будут планироваться. Кто будет непосредственно заниматься обучением наблюдателей, добровольцев? Что это за специалисты? То есть это избиркоматы, юристы? Те же специалисты, которые у нас были, это избирательные комиссии. У нас заместитель у меня по штабу Елена Владимировна Макарова. Она в прошлом году активно занималась обучением. Ага, ассоциация юристов России, да? Да, да, да. И в этом году тоже она как зам отвечает за этот блок работы штаба. Так. И кого вы будете обучать? Ну, так скажем, идеальный портрет наблюдателя. Какие требования предъявляются? Кто это должен быть? Ну, это требования обычные. Нет никаких там особых условий для общественного наблюдателя. Главное, чтобы он был дееспособный, чтобы он имел избирательное право активное. 18+, соответственно, да? Да, да. И нет там никаких, ну, несудимость, соответственно. И нет никаких там особых требований к нему, как к человеку, чтобы он там был суперактивный или какой-то суперответственный по этому. Ну, и, как правило, у нас уже все-таки общественные наблюдатели. Ну, сформировался этот пул в области, и они из года в год активно участвуют в наблюдении за выборами. А сколько это человек, Марина Николаевна? Ну, в прошлом году мы обучили около двух тысяч. Угу. Из них какая-то часть в Кирове, а какая-то часть в области? Да, да. Смотрите, перекос, есть перекос, вот что в Кирове их много, а в районах области их мало? Нет, 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 там все абсолютно как бы, ну, соответственно, Киров-то это большой город, большой объем, конечно, и здесь избирательных участков больше, и, соответственно, наблюдателей здесь и требуется больше. А по районам области тоже, в принципе, ну, по крайней мере, недостатка по прошлому наблюдению у нас не было наблюдателя. Сам ведь еще у нас и присутствуют представители партийные наблюдатели, поэтому здесь у нас вот в прошлый раз было взаимодействие, как бы, и учебу можно было проходить, в том числе и у нас, и партиям приглашали мы на эту учебу, и в плане, да, уже выборы сами шли, наблюдатели у нас взаимодействовали. Угу. А сколько на участке должно быть наблюдателей? Вот ваших, например, сколько будет на участке? Ну, мы практиковали не меньше двух. Чтобы они меняться могли? Да, чтобы они могли меняться, и чтобы в течение всего дня кто-то на участке присутствовал. Марина Николаевна, если человек, например, является членом какой-то партии, либо, там, я не знаю... Должностным лицом. Когда-то участвовал в работе органов власти, да, либо является должностным лицом, он может заявиться как общественный наблюдатель, чиновник, условно говоря, какой-нибудь администрации? Нет, чиновник, но там же есть определенные ограничения, кто не может быть наблюдателем. Это госслужащие, это работники прокуратуры, судов там и так далее. То есть эти ограничения на общественных наблюдателей в том числе распространяются. А учитель, а врач, ну вот кто-то из сферы, из бюджетной может? Может, конечно. Тут вообще вопросов нет. Ну, смотря на какой позиции находятся учители и врачи. Если он главный врач больницы, то, наверное, все-таки, да, это все-таки должностное уже лицо. Нет, здесь речь идет о должностных госслужащих в основном. А сфера бюджетная здесь не столько связана с госслужбой, это несколько другое понятие. Еще вопрос по поводу того, ну, все равно вы говорите, что это люди сформировавшиеся костяк. Все-таки кого больше? Мужчин, женщин, людей возраста, там, 40 плюс, условно говоря, или людей молодых? Уже пенсионного возраста, да, считается, что люди... Нет, но, как правило, женщины, они у нас почему-то всегда более ответственные, наиболее активные, поэтому женщин больше как в любой сфере и в любой деятельности, так и в сфере общественного наблюдения тоже у нас наблюдается большее количество женщин. Вот, ну, а вот говорить о том, насколько там, ну, надо сказать, что есть представители всех структур, даже не знаю, как правильно выразиться, и пенсионный возраст есть у нас, и работающих очень много, и студентов у нас очень много было в прошлом году, помогали они и в штабе в самом. Прошлые выборы-то это еще три дня, и поэтому там понятно, что количество было, требовалось большее количество. Нынче все-таки два дня, это уже как бы минус день, уже проще немножко, поэтому в этом плане я думаю, что справимся так же. Вопросы коммуникации с наблюдателями, они как будут решаться для того, чтобы оперативно могли сообщать добровольцы о каких-то подозрительных вещах, возможно, выявленных, вообще, какими полномочиями они обладают в этом отношении? Что они делать будут? В уголке сидеть на стульчике? У нас же избирательный участок укомплектован, как говорится, определенным штатом. То есть там есть избирательная комиссия и ее руководитель, там есть представители полиции, которые дежурят на участке, там есть общественные наблюдатели, там есть представители прессы. Поэтому говорить о том, что какие-то могут возникнуть проблемы, думаю, что нет. Потому что и по прошлым годам, как бы, если общественный наблюдатель выявляет вдруг что-то, ну даже пусть не нарушение, но по его мнению, что что-то не так. Вечто подозрительно. Если руководитель избирательной комиссии, а там уже, как руководитель посчитает необходимым, какие меры предпринять, либо подключить полицию, либо сообщить в избираковом, либо еще каким-то образом реагировать. А если руководитель никак не реагирует, то что? Или можно ли опротивопротестовать действие или бездействие руководителя комиссии? Нет, у нас ведь есть и горячая линия, которая будет, и в этом году работать, как обычно. То есть в штабе будет сидеть человек, который отвечает за это направление, оперативная информация придет в штаб, и тогда уже штаб подключится, и будут принимать какие-то меры, если на месте не реагируют. Потом у нас есть мобильная группа, которую мы сформировали, это тоже вот на тот случай, если вдруг надо будет срочно выехать на избирательный участок, то, ну, по крайней мере, по городу это будет точно. Мы будем просить у правительства области машину, которая должна будет нам помогать в оперативности разрешения тех или иных проблем. И мобильная группа будет выезжать на место, она у нас, как правило, сформирована из юристов, чтобы могли решить и в правом поле, как бы, и оперативно. Были ли по прошлому году какие-то такие вот ситуации конфликтные, или не было ничего? Ну, вот таких особо конфликтных нет. Ну, мелочи были, выявлялись, но, как правило, они разрешались, и это, в общем-то, я не считаю, что это было конфликтно. А как наблюдатели от общественной палаты взаимодействуют с наблюдателями от политических партий? Вы говорили, что они сотрудничают, но вот нет ли тоже противоречий каких-то? Нет, противоречий нет абсолютно, потому что они присутствуют, они наблюдают. Мы их приглашали вот учиться вместе с нами, потому что это не секретная информация. Это задача штаба общественного наблюдения. Мы ведь не поддерживаем ту или иную партию или то или иное лицо, которое выдвигается. А наша задача, чтобы выборы были открытые, честные, законные. И в этом плане нам представители партий не мешают. Они нам только в этом помогают. А возможно были претензии к самим наблюдателям? Ну вот вроде как человек прошел обучение, потратили на него время, силы, а он как-то недобросовестно себя повел, как-то попустительски, возможно, или вообще такие случаи, они исключены? Не, ну вот по крайней мере мне такого неизвестно было. Я даже вот когда у нас эти досрочные выборы проходили там в отдельных муниципальных образованиях, нас Москва там тормошила через каждые три часа, как там чего. И я с ними была постоянно на связи, то есть вообще вопросов никаких не было. То есть все люди добросовестные? Как-то районники еще добросовестнее относятся, да, чем в городе. Люди добросовестно, так серьезно подходят к делу, раз уж они, собственно, взялись за это. Да, это не на себя этот груз ответственности, будем так говорить, взяли, так они, соответственно, и в день выборов относятся к этому очень добросовестно. Ну тут надо напомнить, что эта деятельность не оплачивается, она полностью добровольная. То есть это же не за зарплату, я знаю, что там... Ну, общественные наблюдатели, это общественная палата, это точно не за зарплату. Здесь чисто на общественных началах. Не знаю, как партии там привлекают своих наблюдателей, не могу за это ничего сказать, но наша точно работа без всякой оплаты. Ну, слушайте, ну плюшки-то какие-то они хоть получают. И поэтому вот эта независимость общественников и проявляется в этом, что никто не платит и ни перед кем не обязаны. Слушайте, ну, может, я не знаю, хоть талончик выдают на обед в столовую сходить или еще что-то? Нет. Вообще ничего? Вообще ничего. Сделал бутерброд и взял термос и сиди, наблюдай. Да-да-да, все с тобой. Ну, поэтому мы вот двух на участок, чтобы они могли где-то там отсучиться, где-то на обед, где-то, извините, в туалет, где-то еще какие-то свои, может, вопросы порешать, выйти там, допустим, переговорить по телефону или еще какой-то момент. А потом, когда избирательная кампания закончится, когда, собственно, и выборы пройдут, будет ли некий разбор полетов, рефлексия, оценка деятельности, эффективности работы наблюдателей? Ну, общественные наблюдатели, они ведь имеют право принимать участие, поэтому в почете голосов и видеть итоговые документы, которые будут на участке. Ну, и если да, где-то что-то, то, конечно, с избирательными комиссиями, с руководителями сговориваем, мы заясняем вопросы, насколько все было. Ну, как правило, никаких жалоб не бывает. Угу. Ладно, давайте резюмировать тогда. Значит, 2 августа начинается обучение. 25 примерно июля начнется прием документов, да? То есть уже на следующей неделе. Уже на следующей неделе, получается, в понедельник стартует прием документов. Заявляться, даже если ты никогда не работал наблюдателем и не имеешь такого опыта, не обязательно 2 августа. Можно сделать и позже, потому что обучающие семинары будут в течение, да, в течение вот этого длительного времени ты можешь выбрать тот семинар, на который идешь. Это у тебя займет день обучения. Несколько часов, на самом деле. Несколько часов. Ну, да, несколько часов в течение дня. Потом плюс будет памятка для общественного наблюдателя, где там самые такие вот часто встречающиеся моменты, которые могут возникнуть на участке, будут оговорены. Ну и потом вот наша горячая линия, телефон, если у общественного наблюдателя возникает какое-то сомнение, как ему правильно поступить, он может в любой момент позвонить и уточнить. Марина Николаевна, я не спросила еще вот что. А люди, которые приходят на участок, избиратели, если вдруг они что-то видят, могут ли они подойти к этому наблюдателю, что-то ему сказать, знаете, вот это вот мне кажется подозрительным. Уполномоченный ли... Отецный наблюдатель не может вместе с человеком, который пришел участвовать в голосовании, зайти там в кабинку с ним вместе участвовать в голосовании. Не-не-не-не-не. А избиратель может это? Да. А что вы имеете в виду? Может. Может подойти, поговорить, да, что-то сказать, что вот он где-то, что-то ему кажется не так, или может наоборот сказать, что как у вас тут все хорошо организовано. Выразить какую-то благодарность. Причем общаться наблюдателем и избирателем между собой можно. Я просто пытаюсь понять. Вот у меня брат в прошлом году работал наблюдателем, он прям очень строго там, например, он даже со мной не стал разговаривать на участке избирательном. Сделал вид, что тебя не знают. Да, он сказал, мне нельзя с тобой общаться. Вот я пытаюсь понять, может наблюдатель с кем-то общаться, или он должен в уголке сидеть? После того, как проголосовал избиратель и подошел что-то говорить, тут не вопрос. Может быть, в плане того, что подозрение, что вдруг общественный наблюдатель рекомендует там за кого голосовать, до того, как избирательную кабинку там ушел избиратель. Нет. А после того, как он проголосовал, как говорит общественный наблюдатель, он уж никак не повлияет. Он свое мнение выразил, свой голос отдал. В общем, эти тонкости на обучении тоже будут рассказывать, имея его право с соседями разговаривать. Я думаю, что да. До того, как они проголосовали или нет. Да-да-да, вопросы, которые возникают, они, конечно, будут оговариваться. Понятно. Спасибо. Марина Копырина с нами была на связи. Руководитель штаба общественных наблюдателей и заместитель председателя общественной палаты Кировской области напоминает, что со 2 августа начинается обучение общественных наблюдателей. Уже вот-вот можно будет подавать заявки, если вы хотите в этом поучаствовать. Ну и если вы там 2 августа не успеваете, то вплоть до 24 августа можно попробовать записаться и еще успеть пройти обучение. Я думаю, тут можно озвучить номер телефона общественной палаты, где можно, собственно, уточнить еще вопросы, моменты, которые, возможно, возникнут. 64-54-30. И, как мы видим из сообщения, ОПКО уже сейчас на электронную почту учреждения принимает... Электронные письма. Письма, да, собственно, с заявками от желающих стать общественными наблюдателями. В теме надо указать, в теме письма «Хочу быть наблюдателем», а адрес, соответственно, opko43, собачка, opko43.ru. Адрес общественной палаты. Да, кстати, брат-то у тебя был общественным наблюдателем, да? Нет, брат у меня был наблюдателем от одной из политических партий. А, ясно. Вот сейчас с представителями политических партий мы, да, немножко и собираемся тоже поговорить. О том, как они будут организовывать процесс наблюдения за выборами, по закону им это разрешается, мы прекрасно помним. Выборы состоятся 10 и 11 сентября. Выбирать будем главу региона в этом году в областном центре депутатов Кировской городской думы. Это будет седьмой созыв. Ну и, соответственно, на местах, в районах области тоже существуют свои выборы. В местные законодательные органы, я думаю, что список в ближайшее время появится. Или он уже есть, где конкретно выборы у нас? Он есть, я думаю, что на сайте избиркома. Просто их очень, ну, как бы, очень много. Они маленькие такие, о них, наверное, знают только сами. Вот местные жители, администрации районов. Вот, ну мы сейчас, я думаю, у Михаила Кремлева спросим. Он наверняка более погружен в тему, нежели мы с тобой, Володя, городские жители. Михаил Кремлев, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Михаил, здравствуйте. Да, добрый день. Да, мы тут с Владимиром думаем, а где еще будут проходить выборы. То есть вот мы как-то все говорим про Гордуму и про выборы главы региона. А ведь, наверное, еще в области где-то более такого маленького местного уровня проходит что-то. Да, в области в этом году проводится более, ну, там разыгрывается более 2000 мандатов сельских дум, муниципальных, различные до выборов главы сельских поселений. Поэтому у нас одна из таких крупных выборных кампаний по стране. То есть у нас очень большое количество депутатов избирается в этом году. В городе Кирова и губернатора. Вы наблюдателей готовите, Михаил, везде работаете, в Кирове и в области? И вообще готовите ли? Да, у нас традиционно в этом вопросе. То есть идет подготовка и по районам области, по городу Кирову. То есть понятно, что выборы губернатора охватывают полностью, там, всю черту области. Поэтому мы стараемся всегда везде максимально закрывать участки. Ну, раньше это были члены комиссии страна совещательного голоса. Теперь, к сожалению, эта функция отменена в Центральной избирательной комиссии. Что, конечно, усложняет контроль за выборами. Поэтому вот в этом году тоже будем думать, как эти все моменты учитывать при контроле на выборах. Там, готовить наблюдателей. Еще какие-то, может быть, версии, вариации есть. Поэтому, ну, тоже эта работа ведется туда. Но у вас, Михаил, когда непосредственно начнется процесс подготовки наблюдателей? И вообще готовите ли вы их? Может быть, это люди, которые подкованные там из года в год участвуют, так или иначе? Ну, есть, конечно, из года в год участвуют. Такие тут тоже есть, как бы, кто там, ну, скажем так, они потом приходят в официальные комиссии с решающим голосом. Сейчас у нас идет работа и с ними тоже. Теми, кто у нас в комиссиях, как с правом решающего голоса, находится от нашей партии. С ними проводятся встречи, там актуализируются законодательства, какие-то моменты с ними проговариваются. Идет подбор наблюдателей. Все равно кто-то выбывает, там приходят новые, которые хотят контролировать выборы. Поэтому, ну, учеба ведется. То есть уже вот у нас, пока не в Кирове, у нас в партии-нофисе уже вот с прошлой недели. Приходят, собираются, готовятся, учатся, отдают новое законодательство. Понятно. Много ли у вас их будет, наблюдателей? То есть вы говорили, что вы постараетесь закрыть все, в том числе участки в области на выборах губернатора. Сколько человек? Ну, вот, не знаю. Понятно, что предугадать сложно, но, может быть, по опыту прошлых лет. Примерно. Ну, понятно, что у нас ставится задача, учитывая, что в городе Кирове, это ведь несколько уровней выборов. Ставится задача даже не по одному человеку, но участок ставите по несколько. Ну, понятно, что она трудно реализуемая, потому что это и, там, нагрузка для людей, тут все-таки два дня. Опять, что не любят ни члены комиссии, ни наблюдатели, вот эту систему. Поэтому, конечно, в количественном выражении в людях я сейчас вам тут сказать не смогу. Мы увидим по факту, когда будем окончательно в списке сдавать, что у нас получилось. Но задача стоит не то, чтобы по одному человеку поставить. Задача стоит поставить, там, по два, по три человека на комиссию, чтобы они могли хоть обменяться, исходя из того, что, там, один в первый день, там, другой в следующий день, например. Ну, кому-то нужно отлучиться, да, кто-то уехал, там, на надумное голосование, например. По городу это, там, 200 с лишним человек, там, по очень, там, буквально, вот здесь и 40 комиссий, что-то такое, сейчас тут не цифры перед глазами, поэтому это немалое количество в городе, в области, там, больше тысячи. Ну, если вот опять-то, да, если опять же поговорить про опыт прошлых лет, про опыт прошлого, по крайней мере, года, когда у нас были в законодательное собрание выборы наблюдателей от КПРФ, именно, были ли о них сообщения о каких-то возможных нарушениях и основные трудности, с которыми они столкнулись? Можете, Михаил, пояснить? Ну, в прошлом году так получилось, что вот на, была вот такая карта нарушений, в том, что Кировская область была там одна из топовых, то есть мы написали больше всех жалоб, наверное, тут по ближайшим нашим соседским, соседним регионам, то есть в этом деле наши наблюдатели отрабатывали, ну, в большей степени, конечно, в том числе и жалобы были и по видеонаблюдению, которое как бы было, но как бы по факту было не полезно. Не работал. То есть оно как бы есть, но снимает, кстати, темноту, то есть стенки, то еще что-нибудь. Поэтому жалобы были, жалоб было немало, и там, по надомному голосованию, когда наш член комиссии выезжал, там были списки, там, чуть ли там, на сотни человек, а он возвращался, там, комиссия с ним возвращалась, там, с десятью условно проголосовавшими, всех остальных он отсеивал, то есть не позволял, там, нарушать законодательство. Поэтому жалобы всегда писали, в том году это еще были, и особое мнение членов комиссии, правом решающего голоса, которые тоже писались. Поэтому, ну, тут, конечно, с прошлыми выборами сравнивать сложно, потому что законодательство перекрыли очень сильно под эти выборы, ведь вот особенно эта ликвидация, то есть, я так понимаю, если нынче не будет видео, вот эта ликвидация членов комиссии с тщательным голосом, она очень сильно бьет по прозрачности выборов. Состоится только наблюдателей, которых нужно подавать очень сильно заранее, там, за три дня, потом еще толком не поменяешь, если человек заболел или по работе не смог, все, то есть участок попадает. Поэтому здесь все эти нюансы приходится учитывать сейчас в нашей работе. И вот, исходя из этого, как-то расстраивать вариации контроля и наблюдения. В общем, приходится вам так серьезно мобилизировать, мобилизовать, да, свои силы на то, чтобы действительно достойным контролем охватить эти выборы. Нам сейчас надо убежать на рекламу, но мы с Михаилом хотели бы продолжить еще немножко разговор. Михаил, можете ли вы подождать полминуты на линии и не отключаться? Встречаемся в эфир. Михаил Кремлев с нами на связи, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Говорим про наблюдателей. Михаил, вы с нами? Да, да, да. Да, здравствуйте. Давайте продолжать. Наблюдатели на выборах 10 и 11 сентября. Михаил, хотелось спросить. Вы сказали о том, что было в прошлом году множество сообщений, что мы там были в лидерах по сообщениям о количестве нарушений. А вот как выстраивается вообще взаимодействие наблюдателей от вашей политической партии либо членов комиссии с общественными наблюдателями, которые там, например, от общественной палаты? Вы как-то друг другу помогаете, взаимозаменяете друг друга? Ну, прям такого взаимодействия большого нет. К сожалению, опыт уже показал. Я и сам, собственно, раньше бывал и наблюдателем, что, к сожалению, на выборах порой приходится рассчитывать только на себя и на тех, кто представитель от нашей партии, потому что ситуации были разные, когда не поддерживали стольные ситуации, не помогали бороться с нарушениями. К примеру, достаточно. Поэтому здесь, конечно, все всегда очень индивидуально. В зависимости... Ну, тут все зависит от тех людей, которых комиссия назначена, и от тех же общественных наблюдателей. То есть, ну, честно говоря, вот иногда сидишь, приходишь в комиссию, понимаешь, что люди, которые там есть, они там, ну, просто сидят. Вот они просто существуют, им задача была там отсидеть день, получить протокол потом когда-то. Они порой не остаются на подсчет голосов. Если остаются, за ним особо не наблюдают. Сидят там, куда им покажут, по участку не перемещаются. А ведь у членов комиссии, у наблюдателей права более широкие. То есть, на запрос сказать, что вот там сядьте в уголочке, сидите и ждите, когда все закончится. То есть, он должен ходить там и контролировать то, что происходит на участке. Поэтому здесь с точки зрения взаимодействия, это вопрос очень такой сложный, так как, к сожалению, зачастую эти люди не заинтересованы в контроле. Ну, у кого-то там может быть материальная мотивация, что там какую-то сумму заплатят за участие. Кого-то просто попросили. Вот с этим, по крайней мере, я лично сам сталкивался, когда работал на участках. Ну, и наши товарищи тоже, постоянно здесь сообщения бывают, что пришли там, отсидели день, ушли, ничего не спрашивали, ничего не смотрели. На обед ушли на пару часов, там, или пришли утром, загрестировались, вернулись вечером. Вот и все-то все наблюдатели. Понятно. А что касается, да, интереса, вообще, в принципе, наблюдателей к выборам, мы недавно про общественных наблюдателей говорили, в основном это люди пожилые, зачастую это пенсионеры, женщины, у которых больше по сравнению, да, с людьми, которые работают с свободного времени. Да, наблюдатели от КПРФ, это что за люди, возрастной состав, да. И вообще, а вы как-то их, не знаю, там, поддерживаете материально? То есть это за деньги или нет? Это очень разные люди, то есть есть там и молодежь, которая приходит, и там студенты. Особенно любят участвовать студенты-юристы, для них это практически как практика получается, ну, то есть практическое освоение законодательства избирательного. Избирательное право, да. Да, немало пенсионеров, ну, опять же, по причине того, что более свободные, учитывая, что особенно вот прошлый год и позапрошлый, когда было три дня, я попадал на пятницу, и так просто уйти с работы здесь не получается. Ну, как бы, кто отпустит, а здесь заработок теряется у человека, тут надо все три дня просидеть. Вот, поэтому у нас это очень разный состав, это и кандидаты подбирают своих, там, знакомых, друзей, товарищей, коллег по работе, которые поддерживают. И наши какие-то там, там, члены партии в том числе, там, комсомольцы, ну, и так далее, и так далее. Понятно. Это разные люди. А интерес вообще есть? Вот если мы говорим про молодежь, например, да, там, интерес к выборам и вообще к процессу есть или нет? Вот вы как скажете? Ну, в прошлые годы, то есть, вот, особенно это было заметно по предыдущим выборам, то есть, вот, там, прошлого года, позапрошлого, ну, начиная вот с пенсионной формы, он увеличивался, по крайней мере. С точки зрения, там, и нашего избирателя, избиратель КПРФ резко очень сильно помолодел, и у нас стала голосовать в основном молодежь. То есть, там, не как раньше, более возрастной электорат, а молодые избиратели. Понятно. Вот, поэтому, ну, сейчас сложный вопрос, насколько там, в сегодняшнем, не активно будут избиратели, тем более уровень выборов, ну, на которые обычно внимания мало обращают, считают, что от городских депутатов, там, ничего не зависит. Поэтому, конечно, большой явки мы здесь не ожидаем в этом году. К сожалению, к большому сожалению. Ну, уже можно заявляться еще раз, там, да, скажем, что если вы хотите поучаствовать, и готовы, то вы можете обратиться. Да, да. То есть, вы уже начали готовить этих людей. Ну, мы, конечно, да, не готовим, поэтому к нам можно приходить в наши, там, в Горково, в Надериндаево, к нам, на 23, на Лоск, 52, на наши, там, электронные ресурсы. Мы уже в том году большую сеть делали, которую Центральный комитет запускал, «Красный контроль» электронный ресурс. По набору наблюдателей очень много людей тогда отозвалось, которые, там, шли не за... То есть, которые изначально приходили не с кеми-то своими, там, материальными, там, пожеланиями, а просто, вот, которые приходили, говорили, мы хотим, там, три дня, и некоторые люди, действительно, три дня безвыгодно сидели в комиссиях. Очень, скажем, там, серьезно контролировали процесс. Поэтому будем надеяться, что, конечно, и в этом году такие люди будут приходить новые, кто готов контролировать голосование, кто готов смотреть за тем, чтобы все прошло честно и прозрачно. Спасибо. Михаил Кремлев с нами был на связи. Первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Ну, вот КПРФ наблюдатели готовят. Ну, традиционная такая работа, которая из года в год проводится, да. Ну, вот я сейчас задумался о том, что 10 и 11 сентября, просто с Михаилом мы ранее говорили, да, еще ранее, да, в наших передачах особых мнений. Это время, когда все копают картошку. Да, время очень активное для работ в огородах и в садах. И насколько действительно жители города, жители области решат усилием воли найти время для того, чтобы посетить избирательный участок, но пока загадывать, конечно, рано. Действительно, зачастую все зависит от конкретной погоды. Если с утра погода хорошая, я лучше поеду на свой участок. И проведу время так, там. Ну, да, и если почитать какие-то федеральные материалы, вот сейчас мы затронули тему возможной явки на этих выборах, традиционно специалисты, всевозможные эксперты не ожидают. Высокой явки на местных выборах, да? Да, большого внимания к этим выборам. Ситуация, которая из года в год. Вообще, на самом деле, это удивительно. Это удивительно. Чем меньшего уровня выбора, чем больше они приближены к земле и к нашей реальной жизни, вот мы выбираем людей, которые вот действительно что-то могут для нас сделать, например, да, тем меньше почему-то людей идет выбирать вот этих вот депутатов, там, городской думы, либо местных каких-то депутатов. Хотя вот ты же этому человеку фактически все вручаешь. Свою жизнь, вот твои мелкие свои проблемы, да, внутренние какие-то, вот внутри региона или внутри города, только он может тебе помочь решить. Никой президент не будет заниматься твоим подъездом или там, я не знаю, отсутствием фонарей у тебя во дворе. Денис Ерохин с нами на связи, депутат Кировской городской думы, фракция ЛДПР. Денис, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Немножко мы тут поговорили про то, что неудачное время опять мы... Выбрали для выборов. Для выборов, да. Ну, что вот поделаешь. Неудачное, да, на ваш взгляд? Ну, я считаю, сентябрь месяц, конечно, неудачное, потому что, во-первых, там дети идут в школу, все равно как бы этих опыт, которые связаны с началом учебного года. Некоторые еще находятся в отпусках, плюс дачный сезон к завершению идет, поэтому люди в садах, в огородах, поэтому я думаю, что, конечно, это неудачное время, это, видимо, сделано для того, чтобы явка была минимальна, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день самое страшное, что может быть на выборах для действующей власти, это когда будет большая явка. Поэтому, на мой взгляд, конечно, они будут стараться и делать все возможное, чтобы, ну, не так активно шли, а шли именно те, ну, вот эти бюджетники, те, кто, так скажем, в обязательном порядке под отчет должен сходить обязательно проголосовать. Поэтому, конечно, время неудачное. У нас раньше выборы были в декабре, в марте, я считаю, это более такое хорошее время для выборов, когда люди дома, им там выходной день, ну, особо, так скажем, все равно время побольше и какое-то, наверное... Поэтому, я думаю, связано с сентября месяц именно с этим. Да, но, тем не менее, деваться некуда. 10 и 11 сентября наши выборы будут проходить. Там выбираем губернатора, если мы говорим о крупных выборах, да, выбираем депутатов Кировской городской думы. Вы наблюдателей готовите для работы в Кирове и в области или только в Кирове? Вы, я имею в виду, ЛДПР. Нет, конечно, мы готовим наблюдатели. У нас будут на каждом участке, безусловно. Но наблюдатели имеют смысл... Это в основном там, где урны для... Самоурны для голосования, не Каимы. Потому что, ну, у нас уже не первый там выборный сезон. И поэтому у наших наблюдателей, которые там, ну, от выборов к выборам с нами участвуют, в этом процессе у них достаточно много и нарушений, и видеосъемок таких, которые там доказывают о нарушениях каких-то значительных, незначительных и так далее. Но есть другая история, когда ставят Каимы, Каим невозможно пересчитать. Каим, значит, вот если, допустим, какого-то кандидата не устроит результат, он не может взять и сказать, что давайте мы пересчитаем вручную этот Каим. Это можно сделать только по решению суда. И то при наличии веского основания, то есть умозаключения какого-то кандидата, что он не согласен там с подсчетом Каима, это не является как бы таким убедительным фактором. В общем, нужны доказательства какие-то. Поэтому, да, это как бы, это не, то есть получается, Каим это тот вот электронный ящик, который мы все надеялись, что будет прозрачность выборов. Ну, на мой взгляд, это вообще еще хуже, чем урна. Почему? Потому что, ну, насколько у нас были факты. Каимы подключают просто к интернету, в режиме онлайн они видят, что, кто как голосует, и потом, возможно, просто замена фамилии переставляют местами. Понятно. Это, опять же, наши предположения и наши, как бы, информации, то, что у нас, как бы, имеется. Поэтому, как бы, знаете, радоваться вот Каимам, которые мы так долго ждали, ну, наверное, как бы, зря. Денис, да, я прошу прощения, наблюдателей будут сколько их? У нас просто время прям поджимает уже очень сильно. Сколько их будет? Наблюдателей у нас будет столько, сколько участков на выборах. То есть там, где участвуют, допустим, в Керочепецке до выборы, в Сельске до выборы, там у нас сами кандидаты, они, там, скажем, приводят своих наблюдателей и наблюдают за этим процессом. Там, где, как бы, в городе, естественно, мы стараемся, не стараемся, закрываем все участки. Понятно. Спасибо большое, Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. От ЛДПР наблюдатели тоже будут. Знаю, что будут и от кандидатов, и от партии «Единой России», которая, к сожалению, сегодня с нами не смогла выйти на связь. Справедливая Россия пока ничего нам не сказала. Будут ли они готовить наблюдателей? Что будут это за люди? Все, мы первый час разворота завершаем. Вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова